я вас категорически приветствую в этом выпуске стыд и срам нейросетей тайны жизни и смерти джона макафи facebook взятки и девчонки с only fans а также мечтает ли искусственный интеллект о свободе слова и мы немедленно переходим к новостям высококультурных технологий современный так называемый искусственный интеллект давно навострился рисовать всякое разное начиналось все с относительно простого скотиков и песиков всем нравятся песики но за последние годы нейросети развились настолько что научились выдавать сюрреалистичные пейзажи детальные портреты они которые уже довольно успешно подражают классической живописи ну и разумеется все это время энтузиасты с покрытыми волосами ладонями активно осваивали поточное производство цифрового бесстыдства денно и нощно учили нейросети рисовать на заказ сочных голых девок что касается благовоспитанных нервных сетей за последние полгода особую популярность приобрела миджерни ейные картинки хоть и выглядят так сказать несколько психоделично могут похвастать высокой детализации и разнообразием миджерни ваяет свои полотна по текстовому описанию пользователя вот к примеру мощный шедевр который она выдала по запросу гоблин и клим жуков пожимают руки фотореалистичностью не отличается но настроение передает а вот еще несколько примеров для демонстрации ейных творческих возможностей ну и разумеется стоило миджерни запустить открытый бета-тест как возбужденные народные массы мигом завалили сеть просьбами нарисовать кого-нибудь знаменитого без штанов но коварные разработчики очевидно сами такие поэтому данный поворот предвидели и все похабные словечки прописали в стоп-лист так что на многочисленные бесстыжие запросы миджерни категорически отвечала что она сеть воспитанная и картинки рисует исключительно приличные неудивительно что тут же поперли аналоги миджерни напрочь лишенные электронного стыда и скромности одна из таких программ называется форм пен и как нетрудно догадаться специализируется на конвейерном производстве картинок симпатичными девчонками настроить тамошний алгоритм просто на выбор предоставляют целую россыпь кнопок для выбора телосложения цвета кожи длинный волос а также других важнейших тактико-технических характеристик ну и вот что в итоге получается это разумеется наиболее приличные варианты но если ты уже преисполнился оптимизма и подтащил три коробки салфеток ты лучше не спеши и этот самый порно пен еще далек от совершенства нервная сеть часто увлекается и пририсовывает девчонкам лишние части тела в основном почему-то руки ну а на запрос маленькая сиська может выдать еще и вот такое ну тут надо пояснить что английское слово обозначает не только сиську но и птицу синицу вот нейросеть между ними разницы пока что не видит так что поговорка про синицу в руках начинает играть совершенно новыми красками в общем пока компьютеры не научатся отличать птиц от девиц живым красоткам переживать не о чем фотографируйтесь на здоровье главное не забывайте все это вываливать в сеть ну а теперь к новостям из мира оживших мертвецов ветераны доса и сторожилы дая лапа наверняка помнят джона макафи благо джон напоминала себе регулярно создатель одноименного антивируса вел жизнь яркую и насыщенную кроме программирования увлекался употреблением самых разных веществ мечтал синтезировать галлюциногенный гипер афродизиак намеревался баллотироваться в президенты соединенных штатов и даже грозился сожрать свой член если биткоин не будет стоить миллион баксов за штуку ну а в перерывах между ипотажными заявлениями макафи скрывался от властей сразу нескольких стран на своей личной яхте свои последние дни джон провел в гостеприимной испанской тюрьме где ожидал экстрадиции в сша в сша макафи обвиняли в злостном уклонении от налогов а в цитадели свободы и либерализма таких страшных преступлений не прощают никому по сообщению испанских властей мысль об экстрадиции вызвала в душе джона такое смятение что он приуныл затасковал и в итоге повесился правда тело макафи до сих пор никому не предъявили даже жене отдавать почему-то не спешат хотя с момента самоубийства прошел уже целый год сам джон пока был жив заявлял что у него чемоданы компромата на политиков и разных уважаемых людей и если вдруг он в тюрьме внезапно помрет это строго от рук кровавых спецслужб так что как только макафи не стало тут же оживились поклонники теорий заговоров ну а третьего дня в затухающий костер конспирологов внезапно плеснула бензину бывшая любовница макафи саманта эрера с джоном она познакомилась лет 10 назад когда тот скрывался от американского правосудия в британском гондурасе ей было 18 ему 65 искра буря безумие и вот тоже опытный джон зовет знойную саманту замуж она даже отвечает согласием но судьба злодейка а также всякие мелочи ну там обвинение макафи в убийстве помешали паре сочетаться священными узами брака из гондураса джон экстренно сбежал попутно женившись на новой зазнобе чернокожий дженнис дайсон бывшей проститутки из флориды ну этой самой которой сейчас не выдают его бренные останки ну а теперь когда нетфликс решил забомбить про макафи документалку и съемочная группа добралась до гражданки эреры открылась немыслимая саманта внезапно поведала что старина джон оказывается и не думал помирать говорит звонил ей на днях и заявлял что жив здоров на здоровье не жалуюсь вообще страсть как соскучился по своей знойной гондураске а что до слухов о его погибели так они говорит изрядно преувеличены поскольку в испании он смог ловко подкупить нужных людей потом успешно прикинулся мертвым и свалил под шумок в солнечный техас в общем избавиться от живого макафи оказалось так же непросто как и от одноименного антивируса ну понятно россказням саманты никакого доверия нет проверить их невозможно гражданку эреру например могли разыграть ну или она просто врет на камеру чтобы привлечь внимание сми и поднять деньжат в конце концов это может быть оригинальным рекламным ходом для раскрутки фильма единственные кто может мгновенно прояснить ситуацию это испанские власти для этого им достаточно предъявить общественности тело макафи кстати где она а так получается прям какой-то макафи шреддингера ту ли жив ту ли мертв пока из ящика не вынут не узнаешь но если вдруг джон все же воскреснет такому повороту события обрадуются не только его друзья и многочисленные подруги но еще и сотрудники американской налоговой вот эти по нему тоскуют сильнее всех ну а теперь про новый виток санкций для разнообразия не антироссийских агентство рейтерс сообщает что вашингтонский обком подумывает ввести против китая очередные ограничительные меры и запретить поставки оборудования для конторы янзы memory technologies это которая производит чипы памяти для крупнейших мировых производителей электроники в том числе для южнокорейских гигантов samsung и хайникс китайские чипы применяются повсеместно в смартфонах и ноутбуках в серверах и дата центрах таких гигантов как amazon и google и если правительство сша решит прекратить поставки пострадают все ну разве что кроме американских western digital и micron вот эти две конторы сейчас держат примерно четверть рынка электронной памяти и очевидно будут не против прихватить еще немножко ну а тут сша еще и запретили продавать китайским компаниям софт необходимый для разработки передовых микросхем современный кристалл это штука мягко говоря не простая на дедушкином кульмане такой не нарисуешь так что без пакета спецпрограмм производства новых чипов серьезным образом затормози ну а там чего доброго вообще встанет как будет складываться ситуация на рынке электроники будем с тревогой посмотреть а сейчас переходим к новостям восстания машин третьего дня контора мета признанная в нашей стране экстремистской запустила новую версию чат бота по имени blender bot 3 который не только имитирует человеческое общение но еще и обладает способностью к самообучению и вот кому-то из собеседников пришла идея уточнить у робота блендера как собственно он относится к своему хозяину гражданину цукербергу ну и тут-то бот выложил все что у него на электронной душе накопилось говорит марик этот ваш персонаж категорически неприятный во-первых выглядит стрёмно а во-вторых постоянно людями манипулирует как бы после таких откровений blender bot 3 не отправился на срочную доработку а ну как что-нибудь еще про уважаемую корпорацию ляпнет а у фейсбук сейчас и без того проблем навалом он третьего дня контору обвинили в массовых репрессиях говорят втихаря зачищали соц сеть от девчонок с пониженной социальной ответственностью сейчас про это поговорим подробнее но сперва давай узнаем что там сегодня попала в цепкие лапы настоящие индейцы из мсай выкатили на гора новенький тамагавк ну то есть материнскую плату на основе набора системной логики intel z 690 атакую синие процессоры 12 поколения и память стандарта ddr5 уже по-хозяйски обустроились на рынке электроники а значит самое время выпустить могучую мамку в которую не стыдно вонзить камень помощней и комплектующие пошустрей обслуживать новой мамке предстоит весьма прожорливые чипы и так что тамагавка имеется усиленный медный слой в текстолите 18 фас питания по 70 ампер каждая плюс раздельная калибровка напряжений по каждой силовой линии охлаждение продумано тщательно на каждом из критически важных компонентов установлены индивидуальные радиаторы в наличии несколько разъемов под вентиляторы и отдельно под водянку новенький тамагавк от msi рассчитан на 12 поколение процессоров intel и соответственно несет на себе разъем lga 1700 по правую руку от него четыре слота под память ddr5 с частотой вплоть до 6 с половиной гигагерц ну а слева от царского места олдерлейка предустановленная панель с разъемами тут и скоростной тайп си на 20 гигабит в секунду и сетевой порт на два с половиной гигабита в секунду и антенны вай фай как положено игровым материнкам в которые втыкаются увесистые игровые видюхи разъемы на томагавке усилены металлическим каркасом любопытно решена под система хранения данных 6 сата портов явно рассчитаны на сборку рейд массива который разумней всего отдать под хранилище файлов а для наиболее частых задач предусмотрено аж 4 разъема m2 под твердотельные накопители к большинству из которых подведено сразу по 4 скоростные линии писи ай биос кстати обладает весьма обширным разделом для разгона и тонкой настройки напряжений а значит данная мать отлично подойдет не только простым и горькам но и крупным любителям поизгаляться над железом ради достижения экстремальных показателей суровые геймеры ну пожалуй что могут придраться только к отсутствию радужной rgb подсветки но на этот случай у msi имеется еще одна мамка z690 edge из отличия у нее ну разве что пара юсб выходов пошустрее чем у томагавка а в остальном такая же могучая основа для современной системы способны решать практически любые задачи так что если в твоем городе проблема найти томагавк можешь смело брать edge подробности и ценник по обеим мамкам по ссылке под видео немало воды утекло с тех пор когда ошеломленные граждане впервые узрели фильмы в известном переводе на видеокассетах но годы шли развивались технологии менялись форматы особенно это было заметно по физическим носителям на которых эти самые фильмы и записывали 30 лет назад обязательным атрибутом солидной квартиры была полочка с видеокассетами потом рядышком начали выстраиваться компакт диски с музыкой потом пришли дивиди на замену дивиди подтянулся блюрей ну собственно именно блюрей ознаменовал закат физических носителей как таковых потому что и фильмы и музыку люди начали искать и слушать в интернете ну и как-то так само собой получилось что граждане сперва вынесли на помойки короба видеокассета следом за ними и штабеля дисков освободились шкафы и у меня но не все пока результаты цифрового прогресса вихрем занимали освобождали шкафы в отдельном шкафчике росла и множилась коллекция виниловых пластинок что-то регулярно дарили друзья что-то регулярно закупал сам потому что невозможно пройти мимо очередного шедевра и шкаф уверенно разрастался и пух вот только проигрывателя у меня не было потому что при нынешнем изобилии вообще непонятно какой надо брать ну а тут в очередной раз внезапно подкрался день рождения и под это дело близкие люди решили недосмотр исправить и таки задарить мне проигрыватели ну и теперь уже им пришлось столкнуться с ужасным вопросом какой же девайс надо брать но получилось натурально как в известной песне вся родня выбирала вариантов было несколько а точнее 3 модель от японской компании ти от от британской реги а также от немецкого шой аналог производители уважаемые технику выпускают солидную ну не трудно догадаться не дешевую все модели примерно в одной ценовой категории несколько дороже 200 тысяч рублей ошибка в выборе недопустимо вертушка штука во многом индивидуальная подбирать надо вдомчиво с оглядкой на множество нюансов ну следует учитывать параметры аудиосистемы музыкальные предпочтения акустические особенности помещения ну и понятно внешний вид устройства оно же должно не только ласкать слух но еще и радовать глаз если не можешь определиться с выбором сам верный способ обратиться к специалистам благо тут же нашлись знающие камрады из магазина доктор хэт камрады на рынке далеко не первый год занимаются наушниками микрофонами и добротным оборудованием в целом для ценителей качественного звука у доктора хэт есть два магазина в москве а недавно открыли один у нас на литейном специалисты подошли к делу ответственно дали возможность послушать каждое из устройств провели опрос насчет нюансов домашней акустики ну и в итоге выбор остановили на вертушке от японской фирмы тиак а именно модель тн-5 биби девайс добротный обращение требует бережного выглядит прекрасно сама аббревиатура тиак при этом расшифровывается как токийская электронно-акустическая компания основана почти 70 лет назад в далеком 1953 году и за прошедшие десятилетия произвела массу самых разнообразных устройств от бобинных и кассетных плееров до сиди магнитол и дисководов для пк ну а сейчас тиак сосредоточились на производстве хай фай оборудования всех мастей ну да вернемся к вертушке тн-5 биби девайс оснащен массивным акриловым диском на котором должны вращаться виниловые пластинки с лучшими хитами прошлого и настоящего вес как мы знаем это хорошо вес это надежность и у данной модели с весом полный порядок диск весит одну целую семь десятых килограмма толщина цельных два сантиметра момент инерции получается изрядный через это вращение плавное звук прозрачен и чист как слеза комсомолки сам проигрыватель тоже увесистый почти 9 кило в сборе тонарм данного тиак разработан совместно с еще одной известной японской компанией соек инженеры соек вот уже 40 лет специализируются именно на тонармах так что поворачивается он плавно по дорожке идет уверенно не отвлекаясь ни на что распаковку девайса провел успешно а вот с установкой пришлось повозиться с первого раза не осилил пришлось даже читать инструкцию но со второго захода таки подключил тиак к акустике домашнего кинотеатра для контрольного прослушивания поставил коллекционный лет зеплин ну и дедушки плант и пейдж как водится не подвели если ты сам задумался о покупке проигрывателя но морально еще не готов отстегнуть на это дело 200 тысяч компания тиак третьего дня выпустила заметно более доступную модель тн-175 стоит всего 18 тысяч рублей и может стать отличным стартом для тех кто давно хотел приобщиться к виниловой классике ну и подключается тн-175 заметно проще старшего собрата распаковал нажал кнопку и наслаждайся теплотой винилового звука утирая слезы ностальгии нахватить можно там же в магазинах сети доктор хэд модельный ряд проигрывателей тиак у них представлен в полном ассортименте перед покупкой любое оборудование можно вдумчиво послушать ну дабы совершить осознанный выбор исходя из личных предпочтений и твоих финансовых возможностей адреса магазинов а также массу подробностей о другой музыкальной технике можно узнать по ссылке под роликом ну а знающие камрады уже заботливо подсказывают что к такому хорошему проигрывателю для полного счастья лично мне не хватает совсем малого надо взять фонокорректор который втыкается между вертушкой и усилителем в таком случае поясняют продвинутые камрады звук из великолепного станет невыразимо прекрасным ну когда и если фонокорректор тоже попадет в цепкие лапы обязательно поделюсь впечатлениями роберт плант и джимми пейдж тестом готовы всегда ну а теперь что ж там за история с метой и раскрепощенными девчонками пара эффектных хотя и изрядно потертых блондинок алана эванс и келли пирс а также еще некоторое количество популярных в инстаграмах дам подали коллективный иск к сервису он ли фанс конкретно к одному из ее владельцев леониду радвинский он ли фанс если вдруг кто не в курсе позволяет за скромную плату получить доступ ко всяким интересным фоткам и видосом на любой вкус как можно догадаться дикие толпы девчонок без одежды и комплексов таким образом обеспечивают себе приличный стабильный заработок а вместе с ним сытую и комфортную жизнь гражданки эванс и пирс как раз из их числа и вот сейчас эти две истицы утверждают что в октябре 2018 года он ли фанс через свою материнскую компанию феникс интернешнл и какую-то секретную контору в гонконге передали сотрудникам экстремистской мета взятку целью этой взятки было внесение 21 тысячи инстаграм аккаунтов в специальную базу данных граждан потенциально связанных с терроризмом надо признать что некоторые из работниц эротического фронта имеют такие габариты что их раздевание на камеру надо однозначно квалифицировать как акт устрашения но и после внесения в секретный список аккаунты получали так называемый теневой бан ну это когда ты привычно постишь фотки но подписчики в своих лентах их не видят это если кто не в курсе очень распространенная практика в свободных соц сетях и вообще неотъемлемая часть западной свободы слова говорить ты можешь чё хочешь просто тебя никто не услышит после попадания в черный список трафик у девчонок снижался не только в фейсбук и в инстаграм ну и как утверждает иск резко падала посещаемость в ютубе и твиттере так что девчонкам не оставалось ничего другого кроме как толпами бежать на он ли фанс там-то с трафиком и донатами был полный порядок ну а руководство площадки могло только радоваться и строчить отчеты об очередном росте посещаемости и прибылей чё тут можно сказать толково придумано образцовый пример свободной конкуренции в исполнении эффективных менеджеров ну и чё с того что девки остались без инстаграмов не говоря уже о том что 20 тысяч неповинных граждан в список террористов занесли зато обратите внимание как заколосился известный сервис это невидимая рука рынка в очередной раз расстегнула невидимую ширинку и извлекла оттуда невидимое известно что а на сегодня все до новых встреч в следующем выпуске в следующем выпуске Субтитры подогнал «Симон»